Физические способности человека безграничны. И выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО – отличная возможность вспомнить об этом, утверждает Валентина Нетерикова. В свои 66 лет она регулярно занимается спортом и ведет активный образ жизни. Я в этот клуб хожу 6 лет. Ну, сюда, в тренажерный зал, конечно, не так много, но хожу в бассейн. Мне очень нравится бассейн. У меня есть внучка, которой 18 лет. У нее два золотых значка ГТО. Два. Ну, по возрасту. И в этом году услышала, увидела у нас здесь объявление, что ГТО. Думаю, дай-ка я для внучки тоже сдам свои нормы. Введение активного образа жизни помогает Валентине Владимировне не только сдавать все нормы на золото, но и поддерживать крепкое здоровье и хорошее настроение. Сдать нормативы ГТО под силу каждому при должной подготовке. Чтобы заинтересовать самарцев и сделать сдачу нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса более удобной и доступной, администрация городского округа Самара совместно с частными фитнес-клубами запустили акцию. Каждый желающий после регистрации на сайте может пройти испытания в ближайшем фитнес-клубе в партнере акции. Мы очень довольны тем, как произошло вот это вот наше сотрудничество. Большой отклик получили. И более ста человек уже зарегистрировались, начали выполнять нормативы ГТО. Надеемся, что и значки с ГТО в нашем городе станет больше. И, безусловно, эта акция будет продолжена в следующем году. Для каждого возраста разные уровни сложности в выполнении испытаний. На бронзу, серебро и золото. С результатами можно ознакомиться на сайте ГТО.ру. Знаки отличия присваиваются приказам областного министерства спорта раз в три месяца. Заключительный этап сдачи нормативов пройдет 10 декабря. После чего станет понятно, кто получит желанный значок ГТО. Александра Гусева, Григорий Пелешаков. События.